Музей под открытым небом – географическое наследие, место для палеотуризма. На территории геопарка Ундория более 18 геологических разрезов, большинство из которых имеют мировое значение. Отправной точкой всех туристических маршрутов геопарка является палеонтологический музей, который в год посещает более 23 тысяч человек. Музей Ундоровский является отправной точкой многих туристических маршрутов. Создаются новые. В этом году мы еще три запускаем маршрута. Удобство в чем? Музей расположен очень удачно, чтобы прямо, грубо говоря, с порога музея пройти заповедными тропами, увидеть минеральные источники, многие из которых есть коптированные в диком виде и так далее, и геологические разрезы. Сейчас все экспонаты интерактивной инсталляции располагаются в небольшом здании Ундоровского палеонтологического музея. Директор учреждения Илья Стеньшин представил план по строительству нового корпуса музея, способного разместить все накопленные экспонаты. По его словам, музей должен стать своеобразным научным центром. У нас есть проект. На сегодняшний момент получена положительная госэкспертиза 14 января. Известна стоимость. И, соответственно, сейчас идет поиск средств финансирования. Алексей Русских посетил палеонтологический музей и обсудил вопросы реализации проекта геопарка «Ундория». Уникальная территория, уникальные экспонаты. Вполне достойно для того, чтобы был музей мирового уровня. Проект мы посмотрели. Будем дальше работать в направлении, чтобы его реализовать в максимально короткие сроки. Из музея можно пройти заповедными тропами, увидеть минеральные источники, геологические разрезы, где находят скелеты ископаемых морских рептилий, живших здесь 150-130 миллионов лет назад. Ежегодно уникальная территория привлекает около 70 тысяч туристов. Объем оказанных платных туристических услуг составил за год 284 миллиона рублей. Развитие геопарка позволит увеличить турпоток, привлекает местность не только отдыхающих, но и местных предпринимателей. За последние два года здесь появилось четыре новых объекта инфраструктуры. При въезде перед Сланцем Рудником, с левой стороны, порядка 40 миллионов рублей было вложено за последние два года. И там и федеральные средства есть, и региональные средства есть, и средства участников. То есть выкуплен объект, который был в стадии банкротства. Это усадьба Колобка, и сегодня это историко-культурный комплекс «Станица». В Федеральное агентство по туризму уже направлен ряд инициатив, которые предполагают обновление пляжей, экспозиции музеев, строительство причальных сооружений.